А вы, кстати, знали, что губку для мытья посуды нужно менять как минимум раз в две недели, ну при постоянном использовании. Здравствуйте! Сегодня с вами поговорим именно о них. Перед тем, как пересаживать цветок, положите на дно нового горшочка губку. Сверху насыпаем землю. Губка внизу горшка поможет избежать вымывания почвы и избережет корни от загнивания. Чтобы маленькие иголочки не потерялись, возьмите, вырежите небольшой кусочек губки и храните иголочки именно в этом кусочке. Ну а чтобы губка просто так вот таким маленьким кусочком не лежала у вас на столе, придумайте под нее подставочку или, например, вот такой тапочек. Посудную губку можно использовать и как мыльницу. Положите губку, положите мыло. Мыло не укатится и не раскиснет. Чтобы избавить холодильник от неприятных запахов, капните на губку немножко воды, насыпьте соды и поместите губку в холодильник. Оставляем так на ночь, а утром все запахи улетучатся. А еще губки вам могут помочь сохранить хрупкие вещи при переезде. Возьмите губку и резиночку. Закрепляем. Использовали сегодня губки для посуды, но не вымыли ни одной тарелочки Виктория Лазарева и Денис Шабанов, который, кстати, приспособил губку и для того, чтобы протереть оптику. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...